МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Жизнь, отчизнь и честь никому. Сегодня 400 кадет Чувашии получили свидетельство об окончании кадетского образования. Цивилизованный бизнес. В столичной мэрии состоялась прямая телефонная линия с предпринимателями. Полувековая традиция. В Чувашском государственном университете прошла легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Ульяновец». В республике продолжается весенняя страда. Пока позволяет погода, аграрии работают, засучив рукава. Верновые культуры посажены на площади почти 200 тысяч гектаров. Ход весенней страды на постоянном контроле у главы республики. Аграрии должны отчитаться о проделанной работе в ближайшие дни. В этом году посевные площади увеличились на 20 тысяч гектаров. Активно в районах возрождают и плантации хмеля. Этой культурой засеяли более 30 гектаров. Сельхозпроизводителям продолжают перечислять субсидии. С начала этого года из бюджета было выделено более 600 миллионов. Дополнительные возможности появились с учетом предъявленных санкций, закрытий границ. Инновационные современные проекты внедряются. Когда мощные энергонасыщенные трактора, которые за моей спиной работают, душа просто радуется. А зимы, которые на полях сегодня, это гарантированный урожай. Независимо от того, даже дефицит влаги может быть будет. А яровые культуры пока сев не завершен. Предварительно можем только прогнозировать с учетом поспевания почвы, с учетом того, что культура земледелия тоже с каждым годом улучшается. И по году мы посчитаем, пока предварительно сложно говорить, какой урожай будет по республике. Все плановые показатели, контрольные показатели, они доведены до сельхозяйственных районов. И у каждого хозяйства, у каждого фермера есть свой рабочий план проведения всех сельхозяйственных работ. Сегодня в Москве в посольстве Японии и в России прошла презентация экономического и инвестиционного потенциала Чувашии для членов японского бизнес-клуба. Наш регион представляли глава республики Михаил Игнатьев, заместитель председателя Кабинета министров, министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин и полномочный представитель Чувашии при президенте России Леонид Волков, руководители предприятий и организаций региона. Японскую сторону представляли директор представительства японского бизнес-клуба в России Ямада Цумутоку и члены клуба. В ближайший месяц президент страны подпишет указ о назначении даты выборов. С того момента, можно сказать, начнется предвыборная кампания. Горячая пора для кандидатов, избирательных комиссий и средств массовой информации. Сегодня ЦИК России провел видеосеминар с журналистами региональных СМИ. Обсуждали законодательные инновации, календарь выборов, а также некоторые особенности организации выборного процесса. Осенью в России пройдут сразу несколько избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Дома России, депутатов региональных законодательных собраний, а также руководителей регионов и местных собраний депутатов. Агитационный период в СМИ начнется 20 августа. Многие теле и радиоканалы станут площадками для проведения дебатов кандидатов. Сеагитация закончится за два дня до выборов. На брифинге с участием руководителя ЦИК Чувашии было отмечено, что избирательная кампания нынешнего года будет отличаться активностью и избирателей, и кандидатов. Уже сейчас о своем участии в выборах заявили парламентские партии, политические движения, независимые кандидаты. 14 партий будут участвовать в выборах федерального уровня, выборах депутатов Государственной Домы без сбора подписей. Есть политические партии, которые готовы собирать подписи избирателей в Чувашской республике. У нас таких партий поменьше, которые могут в выборах депутатов Государственной Домы участвовать без сбора подписей. Я их просто даже всех перечислю, их всего шесть. Это четыре парламентские партии. КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Единая Россия. Партия Яблоко, которая входит в федеральный список, и, соответственно, она также имеет право участвовать в региональных выборах. И, удивительно, но партия коммунисты России. Избирательная кампания еще не началась, а различные политические партии используют всевозможные методы агитации. Рекламные щиты, издания газет, съемка телепрограмм и внутрипартийное голосование. Чтобы было меньше нарушений и судов, все участники избирательного процесса Чуваши также проходят обучение. В преддверии Дня предпринимателя в столичной администрации состоялась прямая линия по вопросам малого и среднего бизнеса. Какие проблемы волнуют жители и бизнесмены в Чебоксарх узнали и мои коллеги. Представители банков, бизнес-сообщества, начальники отделов столичной администрации, руководители торгово-промышленной палаты. На прямой линии можно было задать любой вопрос и получить компетентный ответ. Горожан интересовало множество тем, например, когда решат проблему незаконной торговли около колхозного рынка. Руководство Чебоксарх с этим борется уже много лет. Администрация рынка даже готова выделить места под торговлю с минимальной арендной платой. Но на остановке до сих пор немало продавцов. Мы сейчас организуем обязательно, вот кратчайшие сроки, это или сегодня, или это будет завтра утром. Мы организуем совместную проверку комиссионно с присутстви работника Роспотребнадзора и сотрудника полиции. И сама я лично буду выходить туда и я думаю, что попытаемся еще раз вернуться к этому вопросу, чтобы там ничего не было. Предприниматели же интересовали более специализированные вопросы. Как получить разрешение на строительство продуктового магазина? Когда снизятся процентные ставки по кредиту для малого и среднего бизнеса? И как разработать бизнес-план? Актуальная тема – установка уличных батутов для детей. Размещение их у нас осуществляется только на основании проведенного конкурса администрации города Чебоксары. В настоящее время у нас уже два конкурса прошло. Третий конкурс у нас дополнительно по невостребованным местам. Еще раз объявлены. Вы имеете право до 5 июня подать заявку и участвовать на конкурсе. На особом контроле столичной администрации – уличные точки фастфуда, в частности, по продаже шурмы. На следующей неделе администрация города планирует инвентаризацию киосков, начинать уже по трем районам. И потом уже подготовить информацию для Алексея Ильича Ладыкова, для решения, каким образом должны они у нас размещаться на территории города Чебоксары. Эти натуршники на частных земельных участках. В обязательном порядке, я думаю, там в любом случае должно быть согласование хотя бы вида внешнего. Прямая линия оказалась полезна для всех сторон. Горожане получили необходимую консультацию, а чиновники обозначили круг вопросов, которые нужно решить в первую очередь. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. 15 лет исполняется системе кадетского образования Чувашии. Ежегодно ребята успешно участвуют в межрегиональных республиканских мероприятиях. Сегодня в Чебоксарском мемориальном комплексе «Победа» более 400 выпускников получили свидетельство о завершении кадетского обучения. Сегодня, как никогда, страна нуждается в образованных, честных и мужественных людях, последовательных в своих поступках, самостоятельных, мыслящих, настоящих патриотах. Большие надежды в этом плане возлагаются на кадетов. Это движение в России очень популярно. А в начале учебного года кадетскими классами пополнились более десятка школ в Урнарского, Канажского, Урмарского, Чебоксарского, Ядринского районов, а также столицы Чувашия. В целом, по республике в настоящее время проходит обучение около 3,5 тысяч кадетов. Мирно! Равнение на Средину! Пять одиннадцатых и шесть девятых классов получили сегодня свой первый серьезный документ и путевку во взрослую жизнь. У нас есть ассоциация кадетских школ и кадетских классов кадеты Чувашии. Я думаю, это помогает не только овладевать знаниями, но и стать успешными гражданами Российской Федерации и, конечно, Чувашской Республики. Я от всей души вас поздравляю с окончанием кадетского обучения. Здоровья вам, благополучия. Спасибо вам, уважаемые педагоги, что подготовили успешных и востребованных наших кадетов. За всю историю существования кадетского образования республики более 70% выпускников закончили в вузы государственной гражданской и военной службы. Нынешние кадеты уже выбрали и жизненные, и профессиональные приоритеты. Кадетское образование дает мне очень многое. Я развиваюсь как и физически, так и умственно. Нахожу в себе новых друзей и знакомых. Это помогает мне жить и, надеюсь, будет помогать в дальнейшем также. Это в будущем поможет мне, надеюсь, поступить в военное какой-нибудь институт. Заслуженные награды сегодня получили лучшие кадеты и победители республиканского конкурса бального танца «Вальс Победы». Через всю жизнь пронесут ребята-выпускники девиз российского кадета. Богу! Душу! Жизнь! От жизни! Дом! Себе! Честь! Никому! Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. Классный полицейский. Так называется акция МВД Почуваши. Раскатать подросткам о героической профессии, а заодно и напомнить, что ни одно преступление не должно оставаться без наказания, можно не только с помощью воспитательных бесед, но и в интерактивной форме. Как раскрываются самые запутанные преступления, в чем опасность наркотических средств и какие существуют способы распознавания фальшивых купюр, ученикам кадетской школы номер 14 города Чебоксары рассказали сотрудники МВД Чувашии. Самым аншлаговым местом стало фойе школы, где бойцы СОБР устроили выставку боевого и служебного оружия. Гранатометы и пулеметы, травматическое оружие, пистолеты вызвали восторг ребят. Бинтовка снайперская комбинирует, для нас в четвертых годах работает. Подназначен для поражения живой силы противника метким снайперским огнем. Калибр 9 мм. Также здесь есть глушитель для бесшумной стрельбы прицела по СОО-1. Можно спросить, сколько патронов помещается в бинтовку? Под магазин вмещаются 20 патронов, спецпатроны СП-5 и СП-6. Специальная дальность стрельбы 400 метров. Вовлечь ребят в процесс собирания материала на месте происшествия с легкостью удалось эксперту Александре Егоровой. Майор полиции рассказала, в чем заключается работа криминалиста. И показала, как с помощью дактилоскопического порошка и магнитной кисточки можно найти следы преступника. Большим спросом пользовалась экспозиция музея МВД. Немецкая и советская каски солдат обнаружены при раскопках на местах сражений. Боевые награды наших героев, печати НКВД и настоящее оружие морских офицеров Кортик никого не оставили равнодушным. Акция «Классный полицейский» уже прошла в учебных заведениях Чебоксара, Новочебоксарска, Аликовского и Порецкого районов. В МВД Чувашии планируют проводить ее по всей республике. Традиционная ночь музея в Чувашии в этом году выпала на 21 мая. Музей республики готовит самые разнообразные программы. К примеру, Национальный музей приглашает всех окунуться в советское прошлое, узнать о знаменательных событиях, выдающихся личностях и любопытных деталях, которые стали символами целой эпохи. Вы можете на время стать пионером, комсомольцем, посмотреть советские фильмы, побывать в советском буфете, вспомнить дворовые игры нашего детства. А мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР Андриана Николаева приглашает всех желающих в Музей космонавтики в селе Шоршелло. Начиная с 18 часов, можно будет познакомиться с экспозицией, посмотреть научно-популярные фильмы о космосе, побывать на мастер-классе радиолюбителей, принять участие в квесте. Кроме того, запланированы лекции о загадках Вселенной. При условии хорошей погоды можно будет понаблюдать за небесными телами в телескоп. В республике готовятся к пляжному сезону. За несколько недель до его старта необходимо привести в порядок места для отдыха горожан. Сегодня генеральная уборка прошла на Казанской набережной. Это излюбленное место отдыха чебоксарцев. Правда, далеко не все горожане потрудились убрать за собой мусор после пикников. Под каждым деревом образовались стихийные свалки из бутылок, пластиковой посуды и пакетов. За два часа работы трудовой десант собрал более одной тонны мусора. Сообща, удалось очистить полтора километра береговой линии. В экологической акции приняли участие пожарные, инспекторы по маломерным судам. Взрослым помогали юные кадеты. Эстафета на призы газеты «Ульяновец» вновь объединила студентов и преподавателей Чувашского государственного университета. Соревнованиям уже более полувека. Однако от этого они не теряют своей популярности, ежегодно собирая сотни участников. За полувековую историю соревнований финишную прямую пересекли более 15 тысяч участников. Впечатляющий результат, который в последующие годы, по словам ректора университета, будет только расти. Ведь прерывать легкоатлетическую традицию вуза руководство не намерено. 54-й раз проводится эстафета. Без единого перерыва на протяжении своей истории. В апреле-майе ежегодно мы собираемся для того, чтобы уважить свою газету «Ульяновец», пробежать дистанцию, побороться, проверить себя. За многие годы эстафета на призы газеты «Ульяновец» стала неотъемлемой частью спортивного календаря республики. Это событие помнит не одно поколение студентов ЧГУ. У нас в университете всегда отличался активным участием в общественной политической жизни города. Во всех городских мероприятиях и студенты, и преподаватели нашего университета активно участвуют. Я помню, что я сам в студентские годы участвовал в эстафете. Участники эстафеты – это студенты, приверженцы активного и спортивного образа жизни, и преподаватели, показывающие им пример. Так Эльвира Иванова, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, ежегодно выходит на старт эстафеты. Принимаю участие ежегодно, когда еще студентка была, с первого курса начала бегать. И в этом году у меня 24-й раз участие в этой эстафете. Ну, эта эстафета, во-первых, стимулирует на не дальнейшие подвиги, а хотя бы на движение по жизни, чтобы как-то достойно перед своими студентами выступать. И здесь я еще хочу добавить, что на этом марафоне участвовала наша выпускница. На 54-ю эстафету вышли 332 участника. Самыми молодыми из них стали даже не первокурсники, а дети преподавателей, которые с ранних лет проявляют любовь к спорту. Они приняли участие вместе со своими родителями в семейном забеге. Не меньшую привязанность к физической культуре показали и студенты. Участвую с первого курса. В этом году получается юбилейный пятый раз. Так что всем советую участвовать. Это весело, круто и очень позитивно. Это очень нужное мероприятие, так как мы не можем жить без спорта. Мы все студенты Чувашского госуниверситета за здоровый образ жизни. И мы считаем, что это очень нужное и важное мероприятие. В ходе соревнований были выявлены сильнейшие мужские и женские команды факультетов и кафедр. Завершило соревнование смешанные эстафеты, которые выступить за факультет могли как студенты, так и их преподаватели. Именно этот забег стал самым зрелищным. И тут победа оказалась на стороне факультета управления и социальных технологий. Екатерина Абрамова, Алексей Апанаев, Республика. Впереди вас еще ждет полезная информация. Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Чемпионат мира по хоккею собирает у телеэкранов миллионы. Каждый уважающий себя болельщик желает посмотреть абсолютно все матчи. Но что делать, если игра в рабочее время, а руководство не повесило в коридоре большой телевизор? Ответ есть у Ростелекома. Теперь все абоненты интерактивной телевидения компании могут пересматривать матчи в любое удобное время. Отрадно, что у интерактивной телевидения Ростелекома есть такая функция управления просмотром. Благодаря которой я могу, придя в 8, в 10, в час ночи, я могу посмотреть то, что было в 4 часа дня, или в 3 часа дня, или было позавчера. Ну вот на днях я как раз таки воспользовался, но пришел с работы достаточно поздно. Мать была в 4 часа. И я просто посмотрел в записи матчи с участием нашей сборной. Без вырезок, без сокращений и с перемоткой рекламных блоков. Так абоненты компании Ростелеком теперь могут смотреть телевизор. Особо драматические моменты матча можно переживать сколько угодно раз. С помощью управления просмотром я могу пересмотреть этот замечательный гол сколько угодно количество раз. Еще одна актуальная функция для тех, кто не может поделить телеэкран мультискрин. Этот сервис позволяет объединить различные экраны для просмотра ТВ и видеоконтента. Всего к мультискрину можно подключить до 5 устройств, то есть девайсы всех членов семьи. И это просто находка, например, для молодых родителей. У меня маленькая дочка, и ей не всегда объяснишь, что у папы важный матч, и ему надо посмотреть просто телевизор. И она в это время хочет посмотреть мультики. Но, к счастью, есть функция мультискрин, которая позволяет мне на планшете посмотреть то же самое телевидение. Просто на планшете, в том числе и в записи. Компания Ростелеком позволяет телезрителям быть по-настоящему интерактивными. Просмотр любимых передач, любимых новостных сюжетов теперь доступен с помощью функции управления просмотром. Достаточно уникальная функция, которая позволяет поставить на паузу, перемотать, обратиться к архиву телепередач, либо новостных сюжетов, либо каких-либо спортивных сюжетов, и посмотреть их в любимое для вас и удобное время. С начала чемпионата мира по хоккею количество пользователей услуги резко возросло. Каждый третий абонент подключил управление просмотром. Сегодня интерактивное ТВ смотрит 17,5 тысяч семей, которые отмечают, что этот сервис помогает наслаждаться хоккейными баталиями, да и любыми другими передачами. Так что управляем просмотром, болеем за наших и ждем новых побед вместе с компанией Ростелеком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова